Ну что ж, Америка уже открыта, и даже жители там есть, и наши жители там отнюдь не посредние. Они не нищенствуют, они преуспевают, они вписались в американский контекст, они голосуют за правых, они голосуют за республиканцев, они очень гордятся тем, что платят налоги, что не сели на шею к американским налогоплательщикам, на вэлферы, что их дети и внуки работают и тоже платят налоги. И словом, если взять бывшего совка за шкирку, подцепить его сачком и пересадить в другой аквариум с нормальными правилами, видимо, сразу возникает комплекс Новгорода Великого, древнего Новгорода до Ордынского, и люди начинают живенько, скоренько зарабатывать себе на жизнь, строить прекрасные очаровательные коттеджики, и крутятся, дают детям хорошее образование, посылают их в университеты, голосуют правильно за республиканцев и очень не одобряют затеи. И Обама не в силу своей косности, а в силу того, что они уже бежали от финалов и полуфиналов социалистического эксперимента. И теперь даже на ранней стадии это вызывает у них панику, потому что бежать дальше уже некуда. И они вовсе не хотят, чтобы случилось повторение. Это хорошая, новая кровь, кровь людей, которые жили в невозможных, немыслимых условиях, и у которых иммунитет против того, с чем ходил 1 мая Лимонов. Возьмем и поделим. У них уже и лозунг такой есть. Так вот, если американец слышит эту фразу «взять бы все и поделить», он начинает дискутировать. А наши испытывают просто припадок дикой злобы. Им хочется схватить этого оппонента и произвести его трансформацию обратно в бездомную дворнягу, как это сделал профессор Преображенский. Так и со своим ассистентом. И радикально не слушать, а врезать. Я лично была этому свидетелем в гостиной «Дэвид Сон Радио», когда два русских республиканца едва не порешили русского демократа в идейном бою. Причем физически едва не порешили. Один из Нью-Йорка, второй из Израиля. Вот этим разбавить благополучную среду американцев, которые выросли при нормальной власти, при нормальных законах, которые просто не представляют себе, что может быть иначе, и куда может завести социальный эксперимент, это было очень полезно. Поэтому наши там ниждивенцы, они правозвестники, они стражи американской революции, не исламской, а американской революции, они там полезны. То есть мы можем ими гордиться. Это доказательство. Это доказательство, что мы не уроды, что мы не покалечены непоправимо. Их там достаточно много, чтобы считать их всех выродками, случайными мутантами по-стругацким, на которых не действуют башни излучения. Нет, даже те, кто менее радикально настроен, они сумели себя прокормить и правильно голосуют. За Путина не голосует никто, у многих двойное гражданство. До сих пор им вообще не за кого было голосовать. Я надеюсь, что партия «Западный выбор», созданию которой они очень обрадовались, даст, наконец, им возможность голосовать за что-то дельное и на парламентских, и на президентских выборах. Продолжение следует...